15 минут назад пришла страшная весть об Алле Пугачевой. Алла Пугачевой больше нет в живых, российский блогер сделал страшное предположение. В России блогер Гаген Солнцев сделал страшное предположение, усомнившись в том, что Примадонна настоящая. Алла Борисовна уже нет в живых, озвучил он свое мнение, запустив тем самым очередную волну похорон легендарной певицы. По мнению шоумена Алла Пугачева, дорогостоящая бренда, никому не выгодна ее смерть. Солнцев проанализировал фото певицы в различные периоды ее жизни, а также голос, манеру поведения и уверен, что есть достаточно весомых причин, чтобы начать тщательную проверку Примадонны. Основываясь на предположение Гагена, напрашивается вывод, что Максим Галкин, муж Аллы Борисовны, намеренно скрывает помолодевшего двойника Пугачевой, чтобы не лишить средств существования и обеспечить шестилетним детям комфортные условия жизни, пишет автор статьи. Сергей Соседов также высказал сомнения относительно Аллы Борисовны, отметив, что Пугачеву попросту прячут от общественности, ведь в современном мире достаточно просто с помощью пластических операций сделать двойника. В то же время Илья Резник, друг Примадонны, заявил, что новости о подмене на выдумке Аллы настоящая тщательно следит за своим здоровьем, что и позволяет ей выглядеть лучше своих сверстников. В свою очередь Алла Борисовна предпочитает не опровергать, не подтверждать слухи. Похоже, Примадонна или ее двойник решила жить активной жизнью и наслаждаться времяпрепровождением с детьми и мужем, что можно понять по микроблогу артистки. Ранее сообщалось, что причиной того, что Алла Пугачева запустила собственную линию обуви, стали ее боли в молодости. Бедная девушка носила тесные мамину туфли, которые были на два размера меньше. Тем временем российскую певицу Любовь Успенскую окрестили новой королевой эстрады вместо сбежавшей из страны артистки Аллы Пугачевой. Корреспондент одного известного издания пообщался с участниками Петербургского международного экономического форума, для которых 5 июня в Лотте-отеле русская медиагруппа провела традиционный закрытый прием. «Какая Пугачева? Кто это? Есть Успенская», — заявили гости мероприятия, перед которыми выступила певица. Ранее Успенская рассказала, что хотела бы выпустить музыкальный альбом на стихи представителя МИД России Марии Захаровой. Как призналась артистка, она с удовольствием поет песни на такие произведения дипломата, как «Я слишком тебя любила», «Мольба и сила моя со мной». До этого адвокат Сергей Жорин отметил, что Успенская может выиграть в суде у народного артиста России Филиппа Киркорова, если предоставит факты ненавистничества со стороны исполнителя. Также певице нужно доказать, что ее высказывания являются суждениями или мнением, обратил внимание юрист. Кроме того, Успенская раскритиковала песню Пугачева «Балалайка» во время эфира шоу «Три аккорда» на Первом канале. Хит исполнила певица Миа Бойко. Как заметила исполнительница, артистка сделала конфетку, однако саму песню она назвала дурной и никакой.